доброго вам дня или утро у нас то утро кого-то уже день у кого-то вечер короче всем добра вот посмотрим после наших продолжительных дождей что у нас помидорчиками видели как мы их сажали но как бы все помидоры стоят крепенькие здоровенькие всего лишь один кустик у меня пропал и я результатом очень довольна вот смотрите уже помидорчики вот если вам видно видно надеюсь я сажала кто первое видео мое смотрела помидорах там видно какие ямы я сажала для чего для того чтобы развить очень сильную корневую систему вот за счет этого они у меня и выстояли уже время подвязывать и папа сынковала буду срочно подвязывать потому что уже нужно бегом вот так обрабатывать я вот как посадила так они сидели у меня но промежутки между дождями когда хоть чуть чуть было возможно хотя бы три часа дождя не было я все-таки умудрялась два раза их побрызгать фитоспорином фитоспорин м там все написано не буду вам показывать рассказывать вот такие помидоры сейчас вот я вот так вот видите вот ямы какие были потом я вот так вот постоянно постепенно загартовала чтоб не сразу нагрузка на стебель была небольшая и вот я остальные подгорну вот точно так же вот так и потом еще раз здесь у меня получится такая канавка здесь я буду поливать и под корни уже потом вот так и и все вот траву которую я собираю прополкой занимаюсь я ее собираю и не выбрасываю ложу между ради вокруг корни вот она немножко подсохла я потом буду жить его так между рядками вот помидорчики здорово вот кисти завязываются хорошенькие такие обильные пасынки конечно я убираю формирую в один ствол но у меня получится не один на два так как я по два сажала но вот покажу на этом кусте вот один куст пропал у меня видите от него пошел пасынк но пошел в земле я его вот оставлю потому что он свою корневую систему образует и будет плодоносить на своей корневой системе я не предпочитаю что оставлять еще один пасынок мне такое впечатление как будто бы я стою на одной ноге и несу на своей спине еще кого-то ведь тяжело же правильно так и растению тяжело вот видите какая красота здоровые крепенькие стебель толстенький вот тоже вот уже пора убрать вот эти все пасынки еще раз пройду и листья не тороплюсь особо убирать только те которые соприкасаются вот соприкасается он этот я убираю или пожелтел потому что сейчас эти листья нужны еще для корневой системы чтобы корневая система вот тоже пасынок большой брать надо потому что корневая система питается сейчас и держит еще за счет листьев вот который соприкасается вот мы его удалим вот так как-то я выращиваю свои помидорки ну хорошо сохранились хорошо я очень довольна что такие обильные затяжные дожди не повлияли на жалко сама выращивала рассаду и было бы очень жалко жалко ну вот так как-то а там потом посмотрим еще на красоту вот еще посмотрим на клубнику видите сорт хороший клубника крупная ягода крупная но обратите внимание на лист он бледный вот я пришла к выводу то есть сугубо мое личное мнение ни в коем случае не рекомендации я пришла к мнению что сейчас подкармливать но никак нельзя почему я так думаю что вот из излишек влаги приводит к тому что лист не успевает это все перерабатывать если только подкормить по листу по листу марганцовочки может чуть-чуть добавить и ворная кислота уже здесь не нужна в основном вот видите ягода крупная урожай но лист такое или может и пином пройду но сейчас пока не хочется пока ягода ничего может марганцовкой пройду только и все вот уже видите он начинает зеленеть набирать свой окрас поскольку влаги очень-очень много земле вот такому выводу так что не торопитесь скорее подкармливать чего-то не на том основании что как будто чего-то не хватает просто избыток влаги и корень не успевает это все перерабатывать если мы еще подкормим еще больше влаги будет еще чуть труднее будет вот красавчики клубничка хорошая обильная прям грознями вот видите грознями прям здесь лежит вот она уже видите начинает зеленеть начинает приходить свой вид так что никаких подкормок это лично мое мнение это я для себя такой вывод сделала немножко красоты вот какая красавица роза она невысока растет но тоже пучками цветет и цветет все лето без передыху вот она этот будет отцветать это тоже набирает вот этот набирает вот так здесь еще такие розы у меня еще не очень набрали цветы и вот красота видите какая-то обыкновенная одноразовая роза но я самая первая мороза и и и как бы не убираю она цветет первый раз очень красиво обильно и мне она нравится правда она стоит с восточной стороны солнце заходит в основном у соседей красота но им нет хватает вот а здесь я подсадила еще одну розочку видите у нее розовые такие ярко розовый цветочек но и они обильно и она цветет и цветет и цветет и даже уходит во зиму приходится обрезать вот видите как она обильно набирает вот такая красота всего вам доброго благодарю за внимание к моему каналу желаю всем здоровья удачи процветания каналу и самое главное спокойствие мира на земле чтобы скорее всего это закончилось я скоро вам покажу видео вышла в город и очень очень удивилась сколько там народу мы сидим послушные такие все правильные иногда наверное нужно нарушать все так что в следующем возможно видео я вам покажу наш прекрасный цветник а теперь пока пока до новых встреч